Друзья, всем привет! Сегодня будет еще один небольшой видеоролик, посвященный строительству моего загородного дома. В последнем видеоролике я показывал вам свою траншею, которая у меня идет под воду и под электрический кабель. И затрагивал стоимость работы. Сегодня я хочу затронуть еще раз эту тему, потому что некоторые писали мне в комментариях, кто-то писал на WhatsApp. Поэтому я решил снять также небольшой видеоролик по поводу стоимости. Значит, еще раз хочу напомнить. У меня была траншея длиной 40 метров, глубиной 1,5 метра. Нужно было на глубину 1,5 метра уложить трубу ПНД 32-го диаметра под воду, потом сделать засыпку земли 1 метр, потом положить электрический кабель медный 4х6, то есть 4 провода 6 квадратных метров, бронированный ГОСТовский. И дальше ее засыпать в уровень земли. За эту работу мы сперва с рабочими договорились на 8 тысяч рублей, потом они немного паныли, и мы с ними, короче, пожали друг другу руки и договорились на сумму 10 тысяч рублей. То есть за вот эту работу, 40 метров глубиной 1,5 метра установка кабеля трубы и обратная потом ее засыпка, стоит 10 тысяч рублей. После того, как мы с ними договорились, я уехал на работу по своим рабочим делам. У меня дома осталась жена с ребенком. Строители, хочу напомнить, они у меня были из Таджикистана, вот, пришли к моей жене и начали говорить, что им, типа, денег мало, начали намекать на то, чтобы мы им дали за эту работу 15 тысяч рублей. Начали придумывать, что там какой-то у них асфальт лежит, которого по факту не было. Вот. На следующий день я приехал сюда, они хотели приступить к работам, но я решил с ними переговорить и поставить им условия. Я им сказал, что либо вы за 10 тысяч рублей доделываете эту работу, и мы с вами расстаемся, то есть вы ее сделали полностью, я вам 10 тысяч рублей отдал. Либо, если вас не устраивает стоимость, стоимость, которую мы с вами обсудили, значит, вы идете нахрен, и я вам ничего не плачу. На обдумывание, будут ли они работать или не будут, я им дал время небольшое. Соответственно, по истечению этого времени я пришел и спросил у них, какое решение они приняли. Они сказали, мы делать не будем. Я им сказал, хорошо, значит, ну, вам придется покинуть этот участок. Вот. Они до этого брали у меня аванс в тысячу рублей, вот в общей сложности они выкопали, по-моему, где-то в районе 25 или 30 погонных метров глубиной полтора метра за тысячу рублей. Хочу вас спросить, правильно ли я поступил с этими строителями или нет. Вот. Если правильно, то понятно, если неправильно, то напишите, пожалуйста, в комментарии, почему именно вы считаете, что это неправильно. На следующий день я привел других строителей. Два человека мне, короче, докопали эту траншею, уложили трубу и провод в эту траншею, закопали ее обратно землей. Вот. За доработку я им заплатил 3 тысячи рублей. Короче, у меня траншея в общей сложности вышла вместо 10 тысяч рублей 4 тысячи рублей. Ну, не считая провода и трубы ПНД. Трубу ПНД я купил по цене 50 рублей за погонный метр. 60 метров это 3 тысячи рублей. И провод я купил по цене 200 рублей. По цене 200 рублей за погонный метр. Покупал я его на строительном рынке, не стал я заморачиваться с интернетом. Вот. Просто поехал. Для меня важно было, чтобы он был ГОСТовский и чтобы на упаковке были все маркировки. Потому что электрики сказали, что это очень важно. Вот. И... Короче, 200 рублей за погонный метр плюс... 200 рублей за погонный метр умножаем на 80 погонных метров. Получается 16 тысяч. 16 плюс 3. Это у нас получается 19 тысяч рублей. И плюс... Плюс, плюс, плюс. Работа. Работа 4 тысячи рублей. 23 тысячи рублей. Короче, у меня обошлись... Обошлась данная процедура. Все. Всем желаю удачи. Поздравляю всех с наступающим 9 мая. И... Всем пока, друзья.